МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 22 сентября будет изменена схема дорожного движения по улице 20-я линия, сообщает городской департамент автодорог Ростова. Изменениями предусмотрено обеспечение возможности движения по улице всех типов транспортных средств. В департаменте пояснили, что изменения вводятся в целях улучшения транспортной доступности и увеличения пропускной способности дорог. В правительстве региона подвели итоги купального сезона. С 1 июня по 31 августа в Ростовской области спасены 44 человека, в том числе четверо детей. Количество случаев гибели людей на воде удалось сократить вдвое. Особое внимание по обеспечению безопасности уделялось в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018, сообщает пресс-служба губернатора. Напомним, в Ростовской области к купальному сезону было открыто 133 бляжа, в том числе 27 детских. В муниципальных районах дополнительно организовано и подготовлено 132 места отдыха у воды. Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Ростовской области за второй квартал 2018 года вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 2,7% и составил 9816 рублей, сообщает Ростовстад. Величина прожиточного минимума для детей выросла на 3% и составила 10 413 рублей. Напомним, прожиточный минимум устанавливается ежеквартально для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ. Главный автовокзал в Ростове реконструируют. Такое постановление опубликовали на сайте городской администрации. Займется этим компания Дон Автовокзал. В частности, она отремонтирует само здание вокзала и диспетчерскую, приведет в порядок автостоянку, построит переходную галерею с залами ожидания и обустроит перроны. Об этом сообщает коммерсант Юг. Кроме того, компания отремонтирует часть подпорной стенки и парапета реки Тимирник. В Ростовской области продолжается реализация проекта налоговой всеобуч. Накануне в Центре финансовой грамотности подписали четырехсторонние соглашения о совместной деятельности по повышению уровня налоговой культуры в регионе. Сегодня важно, чтобы все мы были финансово грамотными, потому что это другое качество нашей жизни. Надо испытывать радость от того, что бизнес у тебя ведется легально, и налоговый инспектор приходит, когда налоговое администрирование все эти проверки проходит. Налоговый всеобуч состоит из нескольких блоков. Уроки в школах, онлайн-тестирование и олимпиада, победитель которой получает сертификат от банка «Центринвест» на плату обучения в университете. Так проект помогает повысить финансовую грамотность и сформировать налоговую культуру среди школьников. Для нас важно то, что школьники, как молодые и сегодня наиболее активные представители современного общества, не только сами узнают эти знания, но и, как правило, становятся носителями этих знаний для старшего поколения. Они передают полученные ими навыки в школе. Налоговая культура населения и налоговая подготовка, налоговая грамотность на территории и у налогоплательщиков Ростовской области, безусловно, имеет положительную тенденцию. Мы видим увеличение собираемости налогов и применительно к юридическим лицам, и применительно к физическим лицам, о чем свидетельствует статистика. Проект стартовал в 2016 году. За два года к нему подключилось больше 400 школ региона, а в уроках налоговой грамотности приняли участие порядка 35 тысяч старшеклассников. Следующий этап – развить проект на межвузовском уровне. Яблочное варенье и счастливые улыбки. В Ростове прошел третий ежегодный фестиваль-марафон «Добрый Ростов». Организатор – благотворительный фонд Николая Чудотворца, который больше 10 лет помогает семьям с тяжело больными детьми. В программе праздника – благотворительные, добровольческие и экологические акции, которые направлены на сбор средств на лечение и реабилитацию маленьких ростовчан. Я из нее внес 100 рублей. У меня осталось 5 рублей. Все, с мелочи. Рождаются другого поколения. Но было, что редко рождаются дикторы с болезнями. Это может из того, что раньше у взрослых было такое в детстве. И даже чтобы катаризм, что мы так больше всего… Вот Ростов считается на втором месте как под катаризмом. Социальная аптека оказывает активную помощь фонду в сборе средств для юных подопечных фонда. Ящики для пожертвований с краткой историей и диагнозом ребенка можно найти в каждом филиале сети. На фестивале «Добрый Ростов» у аптеки своя площадка. Здесь маленьких гостей праздника учат готовить яблоки в карамели с сахарной крошкой. Собранные средства пойдут на оплату реабилитации 11-летнему Георгу Типаяну. Я решила поучаствовать в фестивале, пожертвовать на лечение мальчика, потому что не раз видела в аптеках пожертвования, и сегодня я решила тоже пожертвовать. Мастер-класс очень хороший, мне нравится. Все очень интересно и познавательно. Редактор субтитров А.Семкин